МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2015 году Международная кофейная организация решила отдельно выделить праздник для всеми обожаемого напитка. Это событие с радостью было встречено миллионами поклонников, ведь кофе пьют по всему свету вне зависимости от климата. Но больше всего его любят в Бразилии, мировом лидере производителей кофе, где производится более 3 миллионов тонн в год. Уступает ей Вьетнам 1,8 миллионов тонн и Колумбия 900 тысяч тонн. А Россия потребляет всего 270 тысяч тонн в год. Россияне больше всего любят пить очень ароматный кофе сорта Арабика, ну а самым дорогим сортом считается копи-лювак. Ведь для его приготовления плоды должны быть съедены и переварены пальмово цветой, небольшим хищным зверьком из Азии. Вот такие вот дела. Графический дизайнер из Якутии, феоктист Алексеев, официально устроился на работу в Международную спортивную организацию UFC. Ранее его работу публиковали звезды UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Феоктист Алексеев родился и вырос в Мирном, окончив школу переехал в Якутск, получил специальность прикладная информатика, параллельно изучал уроки фотошопа. Теперь он делает постеры к фильмам, обложки к музыкальным альбомам и фан-арты о UFC. А прямо сейчас давайте узнаем, какая погода нас ждет сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила 0,5 градусов тепла. Днем потеплеет до 6 градусов выше 0. В Заречье утром плюс 5, минус 1. Днем до 11 градусов выше 0. В Южных улусах плюс 4,5 утра. Днем плюс 3,8. В Вилюйской группе улусах 2,3 градуса мороза в 6 часов утра. Днем до 5 градусов тепла. В Нижнеленских улусах утром минус 3, плюс 1. Днем плюс 2,4. В Западной группе улусов минус 3, плюс 1 утра. Днем потеплеет до 5 градусов выше 0. В Колыме и Янгирской группе улусов минус 2,4 в 6 утра, плюс 2,7 днем. В Янской группе улусов 2,4 ниже 0 утром. Днем до 3 градусов тепла. В Северо-Западной группе улусов минус 2,5 в 6 утра. Днем до 2 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 2 градуса тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 4,6 градусов. Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение. В них так нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Александра Сергеевна Белых, заместитель директора Республиканского комплексного центра социального обслуживания. На связи с нашей студией в это утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александра Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, кто может считать этот день своим праздником? Ну, во-первых, да, я поздравляю от имени нашего директора, да, Центра Анталии Пахомова. И от себя лично, наше старшее поколение с Днем пожилых людей. Праздника мудрости и добра. Да. Вообще, да, по классификации Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, пожилыми считается человек после 60 лет. А по результатам последних исследований население, да, считается возраст старше 70 лет. А вообще, относить себя к пожилым, это, наверное, зависит от состояния души самого человека, да. Некоторые, допустим, в 65 лет считают себя пожилыми, да, а некоторые в 70 лет себя относят к среднему возрасту. И в последнее время улучшается, да, качество жизни, продолжительность жизни повышается. Поэтому отнесение себя тоже к пожилому в последнее время отодвигается даже вперед. Александра Сергеевна, что сегодня делается для того, чтобы облегчить жизнь этих людей, поддержать морально и материально наше старшее поколение? Ну, наш центр, да, оказывает социальные услуги. Вот около 4 тысячи им пользуются, и у нас 19 трудных подразделений. А в Якутске 5 отделений у нас, да, социальное обслуживание на дому. То есть это те отделения, которые смотрят за одинокими, одиноко проживающими пожилыми в Якутске. Это социальные работники, которые приходят, да, домой к пожилым, помогают в ИТУ, покупают продукты, товары первой необходимости и с покупкой лекарств, да, беседуют с ними, чтобы им не было одиноко, оказывают психологические услуги. У нас также есть отделение срочного социального обслуживания, которое выявляет такие граждане и оказывает социальные срочные услуги. А вот как вы и сами отметили, наши бабушки, дедушки сейчас с очень активной жизненной позицией, энергией и дадут фору многим молодым. А в сегодняшних условиях, когда, ну, 65 плюс нельзя, собираться нельзя, выходить, как вы обеспечиваете досуг? Как-то работаете в этом направлении? Конечно, во время пандемии, да, мы ввели новые методы работы с нашими подопечными, да, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Научили многих пользоваться смартфонами, да, ввели новую авторскую методику, методику работы Марии Холодцовой, «Краски жизни» называется. Это проект направлен на разнообразие именно досуга пожилых. Да, по специально разобранной методике, используя артбоксы, в котором есть все материалы, социальные работники наши проводили индивидуальные занятия с подопечными, там, чтобы выявить творческий потенциал, да, чтобы им было интересно, не скучно, да. Также мы с ними очень много стали работать онлайн. Проводим тренинги, да, со психологом, различные конкурсы, да, подоконкурсы, викторины. Есть у нас в WhatsApp рубрика «Мир общения и позитива». И поздравляем также онлайн-юбиляра. В этом еще нам очень сильно помогает школа третьего возраста, да. Наши подопечные заходят к ним на занятия, которые проводятся онлайн. Они, школа проводит такие мероприятия, как гимнастика, музыкотерапия, встреча с интересными людьми, встреча с артистами. У них также есть проект «Телефон с нуля», и они учат скачивать, например, да, просто приложения, потом пользоваться этими приложениями, например, услуги или оплачивать свои коммунальные расходы из дома, да. Также проводят они интересные встречи, да, с артистами, например, да, ну, какими-то с известными людьми. А как это встретили, вот такой вот новый подход, новые методы работы, как встретили ваши подопечные, как отреагировали? Ну, очень много, да, людей у нас с нашего покорения с активной жизненной позицией, поэтому встретили, да, хорошо, на ура, очень много людей принимает участие. Ага, а сколько их у вас подопечных? По городу Якутску вы работаете, да, или по республике? У нас есть, да, 4 филиала районно, а по Якутску у нас более 700 таких пожилых. Александра Сергеевна, давайте и ваши пожелания своим подопечным и всем нашим телезрителям в это утро, в этот праздничный день, в день пожилых людей. Сегодня у нас будет большое мероприятие, да, совместно со школой третьего возраста. Просто я, пользуясь моментом, хочу пригласить, да, наше старшее поколение, это на площадке, если вы будете принять участие. И еще раз поздравляю, да, наше старшее поколение с праздником мудрости и добра. Пусть вас окружает тепло и забота близких людей, пусть радует своими успехами ваши дети и внуки. Берегите себя, будьте здоровы, живите долго и счастливо. Спасибо большое, Александра Сергеевна. Мы тоже желаем вам всего доброго, хорошего дня и удачной работы. И, дорогие телезрители, хочется присоединиться к словам нашей гости, и пусть осень нашей жизни будет теплой у всех. А мы продолжаем наш эфир, и прямо сейчас я вам предлагаю закрыть глаза и послушать. Вот просто сделайте это, закройте и послушайте, и потом поймете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это был отрывок из Ари Джани Скики, из оперы Джани Скики, Джакома Пучини в исполнении Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Сегодня, в Международный день музыки, мы пригласили к нам в студию Туяру Игоревну Пестрякову, генерального директора Государственной филармонии имени Галины Кривошапко. Доброе утро! Доброе утро! Поздравляю вас с Днем Музыки! Спасибо! И вот этот день, Международный день музыки, отмечают более чем в 100 странах мира. Да. Как он будет отмечаться у нас в Якутии? Какие у нас планы? Я прежде всего хочу от всей души поздравить наших коллег-музыкантов, которые посвятили свою жизнь такому прекрасному делу. Наших ветеранов, корифеев, сцены, музыкантов-вокалистов, инструменталистов, композиторов, музыковедов с таким прекрасным днем. Ну и также поздравляю наших слушателей, меломанов, которые с большим удовольствием приходят на концерты. Вот последние десятилетия действительно этот праздник отмечается очень широко. Во многих городах наши коллеги проводят концерты классической, академической музыки, где слушателям предоставляется возможность в таком разнообразии увидеть и услышать вот эти величайшие достижения человечества. И мы тоже в этот день традиционно открываем свой международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние». Ну а вот текущий год 2020, он для нас особенный, потому что он юбилейный нам, хоть и немного, но это наш первый серьезный юбилей. Мы открыли десятый концертный сезон вот 19 сентября, не так давно, и открываем свой десятый юбилейный фестиваль «Северное сияние» торжественным концертом сегодня. 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 Вот давайте об этом расскажем, где, во сколько, куда могут подойти или в каком ресурсе послушать любителей музыки. Сегодня в зале Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина это новый зал города Якутска. В 18.30 состоится концерт, открытие фестиваля «Северное сияние». Будет выступать приглашенный солист филармонии Григорий Чернецов. Вот его выступление услышали. Он приглашенный солист нашей филармонии, а так он солист Академии молодых певцов Мариинского театра. Наш земляк, он ранее занимался в президентском хоре мальчиков. И симфонический оркестр «Симфоника Артика» филармонии Якутии, дирижер Наталья Базылева. Вот наша филармония Якутии всегда славится очень интересными, необычными проектами. Что вы планируете еще? Ну, филармоническая деятельность, она, вы правильно отметили, очень разнообразная. Но хочу вот сразу сказать, что вот 11 октября состоится еще один очень интересный концерт. Он посвящен двум выдающимся юбилеям. Это 250-летие Бетховена, 180-летие Чайковского. Будет концерт симфонического оркестра. Дирижировать будет наш главный дирижер Фабио Мастранджело. И два солиста. Приглашенный солист из Москвы Александр Рам, он лауреат международных конкурсов, виолончель. Ну, а солист скрипки это Ульяна Голикова, это прима нашего симфонического оркестра. Все такое интересно, прямо интригующе. Это я такое самое-самое крупное назвала. А так, конечно, мы планируем концерты и хоровой музыки нашего замечательного хора, и концерт духового оркестра. Планируем, что Евримско-католической церкви, где у нас орган, состоится концерт органной музыки. Много-много различных событий и мероприятий. Я очень прошу наших слушателей внимательно следить за нашей афишей, поскольку оно в такое вот непростое время. И вот пока у нас нет своего концертного зала, мы вот так вот кочуем по всему городу. И будет необходимо уточнять дату и время проведения. Ну и мы по своим информационным каналам, по всем соцсетям, на нашем сайте, конечно, будем размещать информацию. Да-да-да. А расскажите о своем коллективе. Сколько человек у вас работает? Мы очень гордимся тем, что вот за такой короткий для истории период мы смогли сформировать такой полноценный состав филармонии. Это, конечно, симфонический оркестр. Его состав около 70 человек. Все зависит от программы. Если большая, серьезная программа, такие крупные произведения, мы как бы приглашаем еще иных музыкантов. Но мы стремимся к тому, чтобы наш оркестр имел возможность исполнять уже произведения там Вагнера, Малера. Но это вот в ближайшем будущем наши планы. В новом концертном зале это будет. А пока мы работаем очень плотно с высшей школой музыки, поскольку именно они взращивают нам кадры. И наши самые теплые, искренние поздравления педагогам, преподавателям, потому что не было бы высшей школы музыки, не было бы этого многолетнего, очень такого непростого труда, то наше существование практически было бы невозможно. Затем у нас есть симфонический хор. Его состав тоже пока камерный. Их 40 человек. Но мы тоже ожидаем, что с вводом нового зала у нас будет более такой уже классический состав, и мы сможем исполнять более такие произведения, как оратория, кантаты и так далее. То, что вот пока нам сложновато. Наши зрители очень хорошо знают духовой оркестр. Он, можно сказать, церемониальный, потому что очень многие торжественные мероприятия в нашей республике проходят в сопровождении живого духового оркестра. Это сразу придает такую торжественность, праздничность, особый статус. Ну и мы надеемся, что будет возможность и его чаще услышать, потому что, чтобы он звучал, нужны, конечно, такие залы большие, с хорошей акустикой, чтобы не во всех залах мы его можем, к сожалению, показать. И ваши пожелания в этот Международный день музыки своим коллегам, перед концертом. Вот я еще чуть-чуть не договорила. Да, вот у нас в Алдании есть свой филиал Государственные концертные оркестры Якутии. Мы вот буквально на днях открыли там виртуальный концертный зал. Ну и сегодня с НВК Саха совместный проект. Поздравляю всех с Днем музыки, приглашаю на наши концерты, берегите себя. Ну а мы вас ждем с большим удовольствием. Спасибо большое, Туяра Игоревна. Мы вас поздравляем с началом юбилейного 10 сезона. Пусть это будет только началом большого пути якутской филармонии. Спасибо большое. Всего вам доброго. Еще раз поздравляем с Днем музыки. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. С начала открытия кинозалов мы уже успели посмотреть такие премьеры, как «Довод», фильм от Дисней «Мулан» и российскую мелодраму о спорте стрельцов. А сегодня посетители кинотеатров порадуют еще двумя новыми картинами. Подробности в нашей еженедельной рубрике «Киноафиша». Как вы там? Тут трясет. Что? Это не тряска. Представляем примеры первого цепя, который можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Я могу еще прокатить. Покажу мертвую петлю. Все семьи странные. Семейка Бигфутов – это продолжение анимационного фильма «Стань легендой Бигфут-младший». Все семьи разные, но это самое разношерстное. Папа когда-то превратился в Бигфута, сыну наследовал его суперспособности и умение понимать язык животных. Так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк. Огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда. Вместе. Семейка Бигфутов. Мы готовим блинчики. Давай. О, блин. Траппер. Я не виноват, что ты не ловец. В кинотеатрах с 1 октября. Сегодня, 1 октября, мы узнаем тайну. Сеттахсир, 96-го года, режиссера Элея Иванова, рассказывает за историей коневода Егора и его семьи. Он с женой Анной и младенцем Аленой поселяются на незнакомом Аласе. Когда-то здесь жила другая семья. Из ее членов живых осталась одна старуха Александра, соседка героев. Вскоре новоселов начинают мучить мистические ужасы. Александра рассказывает скептически настроенному Егору, что место, где они живут, проклятое. И в прошлом здесь камлали шаманы, чтобы не дать злу вырваться наружу. Если вы уже все подзабыли, картину можно посмотреть в сети бесплатно и в хорошем качестве. А в новом фильме Степана Бурнашова нас ждет продолжение этой истории. Прошло 23 года после тех событий. 23-летняя студентка Алена возвращается из Москвы в Якутск по звонку маминой подруги Светланы, которая говорит, что вот уже три дня, как пропала мама Алены Анна. Алена обращается в полицию и ей показывают распечатку, где указана последняя дата, когда Анна звонила в междугороднее такси. Полицейский добавляет, что по словам таксиста он увез женщину, похожую по описаниям, в деревню под названием Сымыр. Алена тут же решает поехать в эту деревню и просит отчима отвезти ее. Чем закончится эта история, узнаем уже сегодня. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. И на этом наш эфир подходит к концу. Всем хорошего дня. Я передаю слово своим коллегам Нюргуяне и Роману. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!